Обратившиеся в госсуд местные самоуправления спорили не весь закон, но те его пункты, которые касались принудительного слияния тех властей, которые до конца этого года не решат, с какими административными единицами они хотят слиться в рамках реформы. Во всех прежних документах упоминалось право местного самоуправления на самоорганизацию. Вот 26 властей со всей страны посчитали, что план реформы ущемляет их права и, более того, не соответствует принципам демократии. Говоря простым языком, по их мнению, государство слишком сильно и безапелляционно вмешивается в работу муниципалитетов, принуждая их к объединению. Единственное, с чем госсуд не согласился, это с тем, что новый закон устанавливал верхний потолок компенсации, которую выплатят самоуправлением на различные, связанные с укропнением расходы. Например, на пособия для сокращаемых работников или для заказа новых табличек для муниципальных зданий и рабочих кабинетов. Закон предусматривал на эти цели не более 100 тысяч евро, но госсуд снял эти ограничения. В остальном реформа, признанно конституционной, остается в силе. Сегодня, скажем, получено разрешение двигаться с административной реформой дальше по тому плану, который его утвердил парламент. И это означает, что сегодня можно не заниматься тем, чтобы поднимать старые документы и обсуждать старые законы, которые уже приняты, а двигаться дальше по плану. Эту точку зрения также подтвердил и премьер-министр страны Юрий Ратас. Комментируя решение суда, он отметил, что главной задачей является улучшение среды проживания людей. Об административной реформе говорилось в течение последней пары десятилетий. Сейчас существует четкое понимание, что ее реально следует выполнить в сотрудничестве с местными самоуправлениями, добавил Ратас. Напомним, что решение госсуда в Эстонии обжаловать нельзя, так что перед новым законом окончательно зажегся зеленый свет. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.